В пятницу накануне резкого похолодания в МБУ город, который занимается уборкой Симферополя, уверили, что к новому витку зимы готовы. Посыпать у нас сделано 7 маршрутов под каждую машину. Есть нулевые маршруты, которые необходимы, если не совсем плохая погода. То есть те, которые спуски, кольца, подъемы, перекрестки, это нулевые маршруты, будут посыпаться. Судя по погоде, скорее всего, будем сплошным город посыпать все улицы. На помощь коммунальщикам выделили и снеговоборочную технику. Одна из таких – трактор с щетками. У нас в МБУ в городе 4 трактора, 2 щетки, есть ковши для погрузки снега, щетки для уборки снега, площадей и тротуара. Однако в субботу ни техника, ни работа коммунальщиков не спасли город от наледи. Где-то снегоуборочные машины работали, а там, где дорожное полотно осталось без внимания коммунальщиков, происходили аварии. Одна из таких случилась в районе пересечения улиц Козлова и Русская. Там девушка не справилась с управлением автомобилем на скользкой дороге. Ее машину занесло в ограждение. К понедельнику лед подтаял, ночью снова была минусовая температура. К чему это привело, догадаться несложно. Ползаем, ползаем. Потихоньку. Страшно же на старости лет падать. В спальные районы города, уверены жители, нога коммунальщика даже не ступала. Оценку дают далеко не положительную. Нулевая работа. Никакая работа. Безответственно. Люди ломают ноги, руки, старые пенсионеры. И никто на это не реагирует. Скользко падают и так далее. Дети скользко, то же самое. В детский садик люди ходят. Везде не видно никакой работы. Если такая ситуация сложилась в спальных районах Симферополя, то почему даже в центре города, то тут, то там, необработанные участки дороги превратились в импровизированный каток, жители крымской столицы не понимают. Для центра города считаю, что это безобразие. Походить вот так вот по этой ступенечкам и по вот этой вот дорожкам очень тяжело. Только что женщина буквально вот, если вы не видели, помогала женщине подняться. Она со ступенек кассы упала. Так что считаю, что это не работа коммунальных служб. Ну, получается, я сегодня чуть бы себе ноги не сломала. Часть дороги посыпали, а над зданиями не посыпали. По прогнозам синоптиков, холод на полуостров пришел ненадолго. Слабые морозы будут только ночью до конца календарной зимы. А до тех пор концентрацию на дорогах, тем, кто не желает встретить весну в травмпункции, нужно соблюдать как за рулем, так и во время пешей прогулки. Яна Витренюк, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.